всем привет мы начинаем новый влог сегодня у нас 29 октября пятница и сейчас время почти 12 часов дня мы с лёшей собрались встретиться в столовой администрации заводского района пообедать оставайтесь со мной и вы увидите как я проведу этот день и естественно покажу вам чем мы будем обедать в общем мы взяли пюре картофельное с мясом по-французски и я и лёша два салата крабовые палочки и лёша взял сок а я компот так что нам приятного аппетита и всем кто будет с нами кушать тоже приятного аппетита лёша не здоровался с подписчиками всем привет мы уже пообедали и сидим в машине разговариваем работать не хотим после сытного обеда ты работать не хочешь я думал ты кормилец ну что приходится ты бесполезная черепаха типа того ты не кормили кто у нас кормили семьи клёпа клёпа до работы сейчас на диване отрабатывай ты ему что завидуешь что ли я не пойму клёпа говорит на диване вы слышали завидуют клёпочки а надо быть таким же красивым как клёпа чтобы лежать на диване а ты он лысый посмотри какой точно лёша вчера отвозил лену с работы сказал что она лучше себя чувствует да на руках все еще болит да ну чешки да пока болит да вот так что и кстати вот это слово паразит я даже знает кого она ко мне прицепилась вот да олеся большой тебе привет я смотрю влоги о лесе из кузбасса и заметила что это она это слово паразит все время произносит и ко мне оно приклеилось представляете лёша говорит что я раньше этого слова не говорила а сейчас она ко мне приклеилась ну я буду очень себя контролировать честно я буду стараться не произносить это слово паразит потерпите чуть-чуть у меня всегда так бывает я с кем-нибудь пообщаюсь ко мне какое-нибудь слово приклеится но потом все равно оно забывается так что потерпите чуть-чуть пожалуйста а тебе олеся большой привет а мне вообще не мешает это слово не мешает когда я говорю не ну когда его часто говорят бесит как туда ладненько сейчас поговорим с лёши будем разъезжаться надо работать потому что мне в три часа на ногти наташа время уже три часа а я с утра поработала потом мы с лёшей обедали потом еще немножечко поработала и сейчас я приехал на коррекцию ногтей к наташи у меня сегодня будут новые ноготочки сейчас я сделаю коррекцию ногтей а потом звонила моя дочь и мы с ней договорились встретиться кофейку где-нибудь попить ну наверное собственно я вас возьму с собой вы все увидите кстати у нас погода обалденная вообще солнечно тепло хорошо я видите в кофточке которую сама связала очень тепло на улице для поздней осени учитывая что сегодня 29 октября очень теплая погода хорошая хотя вот много машин вы слышали переобулись на зимнюю резину и теперь своими шипами скрежетают по асфальту но погода очень хорошая так что осень нас балует ладно иду делать ноготочки и все вам потом покажу ну что я ноготочки уже сделала и приехала за своей дочей здрасте подписчики на улице очень темно очень а вот это мой пес положи Айли на место не да домой Айли в общем ноготочки у меня вот такие кстати даже при этом свете они вам передаются достоверно в общем поедем мы с дочей кофейку попьем и с Айли ой я такая лысая кажусь у Лены нет волос зато у меня их много а я завтра канаит буду что ты завтра идешь канаит ты парикмахерскую завтра идешь я себе подарю пришел козырная девчонка молодец завтра доча моя будет красоту наводить ты нам хоть фотки-то пришлешь ну видосик я думаю зеленые волосы выкрасть ну видосик я в облог вставлю видосик а потом нет поедете пить кофе в нашей машине прибыла доча сзади сидит и Леша к нам добавился друзья мы пересели в одну машину сейчас дочь отвезем домой и потом я Леша отвезу на стоянку где осталась его машина и поедем к себе домой у нас печки плохо ходят а так мы это дышим чем больше народу тем теплее а ты разве не попой сиденье греешь? нет, ну сиденье попой грею конечно, но... а, главное чтоб никто не поп кто там говорит хоть из темноты я не вижу у меня нет в этой машине очень видна хорошо только моя собака Айли да, мой пес Айли только он хорошо виден в этой машине все остальные очень плохо видны не, еще Леша так светится иногда, да? зубы как у негра зубы как у негра, говорит нет, зубы, кстати, как у негра светятся у меня дочь, мы едем к тебе а ты наш чаем угостишь? а у меня где-то чая ничего нет кстати, моя дочь съела тот тортик, который я ей приносила и она сказала, что это самый вкусный тортик из того, что я готовлю да, дочь? не, ну он реально крутой что реально? крутой мне тоже понравился так что готовьте очень легко и просто печенье, сметану и сахар у нас печенек много, так что можно еще на выходных сделать дочек от дня рождения порадовать да? ага, думаю, я все равно буду на работе а после работы к нам приедешь? после работы я буду в состоянии нестояния а, вы будете там выпивать? да а ты не маленькая еще? по-моему, самый раз, чтоб спится я этого не слышала? не слышала у нас почему хоть дым какой-то сизый да это что? все-таки кто-то пукло в машине что зря говорю, да? ладно, позже к вам подключусь дома уже, когда будет светло я уже дома и хочу вам рассказать у меня есть видео на канале с рецептом шарлотки и вот там один мужчина Юрий Д утверждает мне с пеной у рта что в мультиварке выпечь что-либо нереально а тем более шарлотку так вот, Юрий Д хочу вам сказать, что вы глубоко ошибаетесь если вы не можете спечь шарлотку в мультиварке это не значит, что все не буду говорить плохое слово у меня получается и я знаю очень много людей которые выпекают шарлотку в мультиварке причем шарлотку и манник я всегда делаю исключительно в мультиварке и никогда не делаю в духовке по молодости я делала шарлотку много лет назад в духовке она совсем другая так как в мультиварке шарлотка не поднимается нигде в мультиварке она вот реально прям вот такой высоты и очень вкусная и она всегда пропекается и выпекается даже если раза два наверное у меня было такое что я поставила на режим выпечка час открываю через час и и палочкой протыкаю она вроде бы испеклась но верх очень влажный я оставлю еще на 10 минут ну такое я вот говорю раза два всего было а так обычно часа достаточно и шарлотка очень хорошо пропекается ну а кто не верит можете проверить рецепт шарлотки есть на моем канале зайдете в плейлисты найдете папку там рецепты и есть рецепт шарлотки шарлотку и манник я делаю исключительно в мультиварке ну и буду заканчивать наш сегодняшний влог а да кстати пишите кто еще готовит выпечку в мультиварке шарлотку манник или еще что-либо пишите в комментариях кто из вас делает выпечку в мультиварке и получается ли у вас выпечка в мультиварке ну и на этом я закончу свой влог хочу сказать вам всем большое спасибо за то что вы меня смотрите за то что ставите лайки пишите комментарии большое вам спасибо если вы еще не подписаны на канал подписывайтесь нажимайте на колокольчик чтобы не пропускать мои новые видео всем спасибо и пока пока